Всем привет! Как я обещал, записываю вторую часть видео про iPhone 11. В первой части я рассказывал про брак, с которым я столкнулся. Как я понимаю, он довольно частый и встречается не только на iPhone 11, но и на предыдущих моделях. В общем, в комментарии народ писал, у кого встречался, у кого нет, можете почитать. Опять же, ссылочку на прошлое видео я оставлю. Вкратце, давайте еще раз повторю, в чем суть проблемы. Что я заметил, особенно это слышно в тихой обстановке, когда пользуетесь iPhone в помещении, он у меня издавал нехарактерные для него щелчки. И давайте эту же процедуру я проделаю уже с новым iPhone. Почему я это заметил? Ну, потому что до этого я пользовался iPhone 11 Pro Max, уже на iPhone XR, и у нее подобных щелчков не было. Щелчки возникают, наверное, за мгновение до срабатывания Taptic Engine. Как я понимаю, в это время он как раз переходит, скажем так, в рабочее состояние, чтобы, когда вы держите палец, и, допустим, открывается окошко, происходит вибрация, чтобы эта вибрация была без запаздывания. Так вот, например, в панели управления, когда вы нажимаете на какую-нибудь иконку, у меня издавались щелчки. Как проверить, чтобы точно узнать, корректно у вас работает Taptic Engine или нет, для этого я рекомендую запустить диктофон и начать запись. Во время записи регулируйте громкость, либо уменьшайте, либо увеличивайте, но при этом нужно обязательно зажать и держать кнопку громкости. И если при воспроизведении у вас слышны щелчки, значит, он работает некорректно. Вот сейчас для примера я вставлю запись с моего прошлого iPhone, у которого как раз наблюдались проблемы с Taptic Engine, и вы, я думаю, прекрасно услышите эти щелчки. В новом же iPhone микрофон записывает только щелчок от непосредственно нажатой кнопки регулировки громкости. Как это себя проявляет на практике, если вы разговариваете по телефону и начинаете регулировать громкость, то собеседники слышат щелчки. Это ненормальное поведение, такого не должно быть. Собственно, с этой проблемой я обратился в сервис официальный. У меня рестэшный аппарат. Значит, здесь указан посторонний звук при уменьшении увеличения громкости. В пункте управления слышно в тихой обстановке. Ну, еще посторонние звуки при скручивании устройства. Значит, что в итоге? Сдал я 25-го числа, отремонтировали они 27-го, то есть буквально 3 дня. Сегодня, 28-го, я съездил, забрал iPhone. Как можете видеть, он в заводской пленке. Вот я даже не снимал, но одел свой старый чехол. В итоге они его не ремонтировали, мне просто выдали новый iPhone, у которого нет никаких проблем с Taptic Engine. То есть при регулировке громкости ничего не щелкает. И при использовании самого iPhone, также в интерфейсе не возникает каких-то посторонних щелчков. iPhone новый. Это, собственно, показывает и статистика заряда. Всего лишь один заряд был. Произведен он 2 месяца назад. Какой итог всего этого действия? Во-первых, из положительного хочу отметить, что сервис у Apple действительно работает очень хорошо. Буквально 3 дня, и мне дали абсолютно новый iPhone. с другим уже серийником. Это, безусловно, радует. Другим я хочу сказать следующее. Не нужно мириться с тем, что вам не нравится. Не бойтесь, обращайтесь. Скорее всего, эту проблему устранят, либо починят, либо просто дадут новое устройство. Но, пожалуй, что хотел и рассказал. Всем спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!